Точку Б, Спайк устраивает уже Клаудом, это довольно-таки быстрый выход на точку Б, и это ретейк 5 на 5. Ну да, и выходить в любом случае надо, так как первый раунд, Сэвич, нет никакого смысла. Затянули немножечко СССК, вроде как Артурчик пока что живет, ой-ой-ой, очень жестко прилетает, конечно, по голове от Винтери, ну и Саймондарк садится на Дефуз. Есть Молик, но Молик имеет свойство, конечно, заканчиваться, успели сейчас 5-мокс обезвредить это все до половины, и, наверное, можно дальше как-то, если, конечно же, Na'Vi это все позволит, скорее всего, тут уже никак не выйдет. Саймондарк остается ластмэн стендингом, 1-4, ну и Джадди вешает хэдшот, тем самым... Провалиться одни фронтом, почему бы и нет? Ну можно попробовать, ну как минимум Саймондарк чуть-чуть пораньше, попозже бы, наверное, вернее, пустить стрелы, и, возможно, бы заделали этот спайк. Установку, но в то же самое время тут и 5-мокс особо рисковать не стоит, все-таки первый полноценный байраунд, и проигрывать его против бонусного в исполнении новей было, конечно, будет, ну, вернее, грустно, да? Но тут пока что все, в принципе, хорошо, Клауд, как ты хорошо разультился, динкс, уничтожать еще шарик, дроп-даун, нет! Секретч у нас выходит просто победителем из этой перестрелки. Потому что здесь ловить абсолютно нечего. Ну он постарается, возможно, сделать какие-то entry frag, exit frag, вернее, хотя, хотя нет, подожди, почему он, наоборот, таки, да, он попробует, он попробует выйти, и, кстати, этот выход-то может уменьшаться успехом, потому что сейвить-то по итогу нет смысла, деньги все равно у смоков будут на следующий раунд, но не чек, не дефолтный угол, неужели? Нет, все-таки чекает, вешает, ой-ой-ой, и найстрайк, конечно! Спортсмена в голову не составляет никакого труда. Винтери находится на окне. Опять-таки опасаются за линки, на линкей и линкси, в частности, но тут, мне кажется, стеночка стоит, мир разделен на две части, и это установка спайка. Ретейк 4 на 4, либо же его попытка. У Джадди сейчас была очень крутая позиция, да, под Андерхевеном ее сложно выбивать, то есть тут либо показывать бдбшный раунд, либо под кинжальчик, либо ножка, ложек. Так, Сикрейс здесь начинает нашивать, Митерирует делает два фрага. А как это в рывно происходит, Нави? На, Нави! Ну просто выходит винтери. Си от гнета своих соперников. Клауд подбирается все ближе, ближе, сокращает дистанцию, и оп-оп, а можно подловить! Саймондарк 30 хелс-поинтов, пока что второй день рождения для него в этом раунде, флешка полетела. Клауд, скорее всего, нужно как-то все этот фронт разделить на две части. Два человека будут на точке B, по крайней мере, Килжи возвращается. Винтери рук принимает всю эту движуху, есть первый контакт, он сейчас будет живой, но делает минус. Норма также отвечает по ССК, а вот этот, конечно, локдаун сейчас путает все карты команды Нави. Шарик еще один минус, пайк устанавливается, но ценой чего? Ценой живых игроков. Ситуация 3 на 3, но он делает еще один фраг, и остается Динкс и Джадди. Так, а успели вообще отскочить, да, вроде как успели, садиться на диффуз. Можно, наверное, вытаскивать дальше. Ооо, ну тут, конечно, и Денис, и Ераз. Все хорошо. Все замечательно, секрет, особенно, да, потому что Клауду найти, Саймондарк, служит абсолютно любого игрока, команда Нави, да, он будет очень сильный и может растащить этот раунд в одиночку. АССК забирает Синона. А вот нужно ли было капитану команды Five Monks сейчас так агрессировать, понимая, что все-таки игроки на лангу точки А есть. Ну да ладно, Винтери ловит для себя отличный тайминг, а это еще и Спайк Керриер. Все, информация пошла у команды Five Monks. Сейв. И хочется, и колется, мне кажется, под поп-флешку. Не поскупись, не поскупись, Жек, на флешечку, чтобы как-то, может быть, был у тебя лучше, но, к сожалению, здесь нет, тоже все прекрасно понимает. Да, это определенно врыв на точку С, сжимает на свинтере рук, но тут от блайнда, конечно, и в жаде особо не увернешься, когда автобот также оформляет для себя хороший фраг, в случае чего есть еще Артура теперь и... Если, конечно, будет на их стороне. Так, ведет разведку у нас Сова, ну нет, тут еще и релоуд, ой, здесь похороны команды Five Monks, это все, без шансов. Ну, наконец, четыре, а то и то самое девять-трикерс, но пока что все-таки будем наблюдать за текущим раундом, непонятно, и, кстати, этого может не произойти. Саминдар прострелом визави на джерчке ССК сейчас отправляет в таверну, 36 кп у Псенона, 4, очень плохо, очень... Малый левый фланг, спайк устанавливается, где-то мы с тобой это уже видели. Разбайченный там флеш, там две флешки даже, ой, ну тут да, тут просто надо грамотно играть и ничего особо не переживать, она действительно находит победительный день, Динкс отправляет у нас про отца Псикрея, есть плохой размер, конечно, от Винтери, но тут уже и Клауд, и вновь Динкс, да там... Тут у нас Скай, которая контролирует, да, конечно, пошли, прошел, можно поймать Винтери, и Винтери ловят, и вообще понимаешь, что происходит, парни! Планта, наверное, прям вот, все прекрасно, последние раунды особенно, есть подавление по Ксенону, можно, наверное, постараться его закрывать, есть и собакой, и, как минимум, спайк будет установлен, Нави вынуждены будут отойти, есть отличный дрон, кстати, от Сикрея, он понимает, что Джадди, скорее всего, здесь уже не уходит, нет, подожди, ооо, там генератор тычекунный в рамках первой половины, тем более, опять, вот видишь, они то же самое делают, вот они делали на Б, они также встают в длину, потому что, ну, Нави действительно сильны, хотя они играли, опять же, за сильную сторону, Дина, динозавр, принимая точку Б, все, здесь начинается какая-то движуха, которая вывенчала успехом для Клауда и Джадди, а вот посмотри, как играет Ави, ну, правда, не залетает у Джадди, но залетает у Клауда, залетают все Крея, ну, и раз начали, у Динкса тоже залетает, Главное, чтобы сейчас Норманд как-то раскрутил данную ситуацию, ну, посмотри, вот сейчас раунд закончится, я тебе расскажу, какая, какая разница между этими двумя командами на пистолетных раундах, Динкс воюет за гонгом, шарик его пока что, ну, здесь пытается, конечно, разбайтить, открыть, а Динкса оказалось очень опасно, но все-таки за ящиком, и, кстати, вот, прострел-то идет, но Клауд там такой пятачок спасения нашел, что Саймон ни одним патроном не попал, Ну, Саймон Дарку, наверное, надо будет выходить, есть флешечки, открытие, и Клауд тут, конечно, закрывает, оттого, второго, третьего, дядя, спортивной дисциплине тоже жахает, ну, прям, мам, не горюй, ну, и тут, конечно, я думаю, более такая мини-версия, скажем так, в лице Клауда, другого Кирилла, здесь показывает все, ну, да-да-да, все хорошо, Динкс оформляет фраг по шарику, Сикрея у нас остается последним игроком, и тут Клауд, слушай, Клауд хочет, да, есть до конца, есть, кстати, информация по Сикрею, но тут, наверное, ССК поставит точек, Хэйвене. Слушай, так это получается чуть ли не три раунда подряд, когда Нави берут и не теряют вообще никого, я не на пистолетке, я не потеряю, ну, два раунда. С успехом для смоков на точку Аплантом, есть у нас три опорника, там, отходит нас ССК, нужно, наверное, здесь побороться, потом, Саймон Дарк, шарик, винтери рук, я называю эти никнеймы, и товарищи просто складывают оружие, и складываются, Черепашка и, возможно, быстрая пистолетка также для коллектива Нави, потому что очень быстро, просто на файт, а на файт-ретейк. В этом плане Джадди немножечко слышит, и, наверное, да, все-таки бегут игроки, как минимум одного принял, можно, наверное, выходить и дальше, есть Молик под него, и стеночка там поднимается дальше, очень рискует, конечно, игрок, Но все-таки риск немного для него не оправдался. Три на три, разменчики сейчас будут единственничать, оформляют наш шарик, и секрет также отлетает от Клауда, Ласман Стендинг у нас, Сенон живет пока что, и, возможно, кстати, тут раздаст по головам, то очень жестко, минус три для него, и... И что? Четыре! А-а-а, квадро-килл! Вот так вот Ксенон, капитан команды Five Smokes, ничего не боится, 7 хп, времени на диффуз спайкам предоставить... ...распоряжение сейчас иметь, и не более. Вентрирук, быстрый поджим, ну да, здесь же Азискат, прикольная идея, кстати говоря, у команды Five Smokes... ...была, по итогу все-таки будут выходить на точку Аплента, ну и шарик, здесь нужно, конечно, угадать, возможно, с таймингом, и угадывает, вроде как, даже еще и в плане перестрелочки. Есть флешка, неприятная стяжка, там еще и Молик полетел, конечно, да, тут уже нет жилец, Ксенон никого не видит, но, как минимум, успевает, либо заметит, либо просто почувствует, джадь в размен, максимально быстро, ну и секрет еще, Ласман Стендинг, тоже не сонно хлебавший... ...секрет, все мы не видели, ой, какой пиксель, ну тут явно, смотри, это минус по ногам, ну, по крайней мере, урон... ...по крайней мере, урон, какая же крутая стенка, ребята, забирайте, потому что... ...бэплэн там, Нави будут, конечно же, стараться, ничего не боится Ксенона, наверное, стоило бы флешку накинули, но, видишь, ее заивейдили, и, возможно, ожидал Ксенон видеть только одного игрока, но видел очень многие, джадь расправляется с Винтери рука, здесь Сикрей, наверное, рано или поздно тоже его будут находить, как минимум, в разменчик сыграл, тоже неплохо, шарик и Саймон Дарк, не самый мобильный девайс в руках у Джетки, Нави 100% установит спайк, Но что делать Five Smokes? Вот это вопрос Ну вот после этого минусы явно идти на выбивание, потому что ситуация 2 на 2, ооо, еще и доу зубчик от Саймона, ну и все, спалили Динкс, и Динкс должен действовать намного быстрее, потому что, понятное дело, что его позиция уже не секрет для команды Five Smokes, и это ретейк 2 на 3, а что у нас... Это наверняка По девайсам все прекрасно, постараются Нави, возможно, здесь как-то отыграться, но как минимум, спасибо уже за то, что половина, уже половина начинается достаточно неплохо, Винтери! Мог бы похоронить, конечно, нескольких игроков за раз, но вот здесь не получилось Сикрейдж прыгает также на стеночку, есть у него в случае чего флешка, ССК непонятно, то ли заметил, то ли, может быть, понятна позиция, но не страшно Тем временем, Джади устанавливает спайк, и Five Smokes попытаются выйти на выбивание Но это очередное выбивание, да, и пока что у Five Smokes они практически всегда удачно заканчиваются Вопрос лишь, что мы на Нави сделали выводы над ошибками, либо же нет Выход пошел, секрет открывается с позиции базы обороны, но здесь стенка, да, Астра, она полностью ломает вообще все планы команде Five Smokes, хотя это, в принципе, их стенка И, ну, такая, да, сомнительная, так скажем, потому что Динэн СК делает очень легкие фраги, то есть, вот эта стенка, которая разломила Пинтери, сейчас пробустил он себя стеночкой, и вот прочитает эту позицию, прочитает ли ее сходу, но, как минимум, к сожалению, уже Ну, я все-таки склоняюсь к первому варианту, как говорится, хэвам, анирал Ну, потому что два смока, точнее, две стеночки, они полностью перекрывают, шансов у вас нет Дали ставят спайк, да, то есть, опять это выбивание, 4 на 5, Five Smokes всегда где-то теряется, переговорить, причем безразмена, да, уже не в первый раз Раскат Грома пошел, флэшки также залетает, шарик открывает здесь, липучий, два ХЛП у Клауда, погибает от гнета шарика, флэшка полетела, а внутри там, по-моему, есть только один из Михаил Дина Дина поняла, что сделал хотя бы один фраг перед смертью, Саймон пытается забайти, три человека находятся около бомбы, так, ребята, ребята, у Динача не залетает, зато залетает у ССК Джади делает также фраг, Сикрей работает по ССК, ранее упомянутого, Джади зажимает шарика, и остается один из Сикрей, бомба тикает тарку команды Нави, открытие отжать, да, получается, конечно, Сикрей сделать фраг, но здесь просто на время играет Денис Очень грамотно все это дело разыгрывать, 4-3, Нави берут раунд Да, и, скорее всего, нужно помнить Да, это выход на б-точку, 15 секунд Нави, тут надо побыстрее действовать, конечно, загонять себя в не самые лучшие исходные данные, потому что попади сейчас Сикрей, попади сейчас Псенон, и будут большущие проблемы Будут большущие проблемы у команды Нави, ну, камон, камон, Нави, ну, я понимаю, делать это, знаешь, на оружейных раундах А б-105, в любом случае, в следующей карте быть, и эта карта будет айсбокс, но об этом чуть-чуть попозже, тут, кстати, поджимчик, вот Саймон Дарка хороший, может быть, и он, в принципе, не только может быть, он состоялся, все в этом плане для него прекрасно Ксенон, значит, немножечко репикает Динкса, Динкс замечает Ксенона, ну, и, как говорится, искра буря безумия Саймон Дарк тут подсмок либо угадает, а тут, кстати, фейковый смок Проблема Винтери, не самый лучший момент, сломалась как раз-таки стеночка для того, чтобы Винтери открылся Но на зипах тоже можно разыграть, а смотрит вообще наверх Винтери, был момент, чтобы разобраться с соперником, особенно после замедления от Диноча Ну, Дино смог сейчас делать праг, и вот уже все поинтереснее Для команды Нави, 30 секунд, выход начинается на точку Б, но выход через одну позицию, здесь три человека уже близки к точке Б Сайпер, конечно, отходит, потому что подумывал, что, скорее всего, кто-то пойдет через у нас лесенку, но через лесенку никто не ведет Ксенон будет, наверное, выходить, ну, приходится, по итогу, все-таки выходите Нави, ну, ну, кому, ребята, ну, не третий же раз Ну, не третий же, ну, не третий же раунд подряд, друзья мои, что происходит? Диночь тут, конечно, хоронит одного за другим, но спайк, тем временем, по-прежнему Удар по снайперу команды 5-мокс, и вот ультимативно, а какая разница, ну, есть ультимейт, окей, Саймона загонят, но дошел не уйдет, это правда И это проблема для Саймона, но проблема для СССР, потому что Саймон не промахивается и не собирается останавливать, а, конечно, разбирается с Саймоном Но есть проблема в целом по живой силе для команды Нави Клауда, бедолагу, расстреливают, как больно за этим наблюдать, остается один Денис, и быстрый раунд не сработал, но это был... Ну, а по ультимейтам у 5-мокс все прекрасно, у каждой пятерка, да, и у каждого агента заряжена своя кнопка И, естественно, на дефолт прожимают Здесь, к минимуму, в Винтере остается уже не у дел Можно залетать дальше, ССК ханит, ССК прокидывает Его не затягивают, ну и нужно куда-нибудь на шару, на верочку, куда-нибудь, наверное, жахнуться ракеткой Ну, хотя бы попытался, да, уже неплохо Шарик просто прошибаясь сейчас с позиции экранов, никого там не видят И смог такой неприятный, Нави уже в пленту, скорее всего, поставит спайк Ну, а 5-мокс будет выходить на ретейк Нави еще раз дальше идет Там подбирается, он все ближе к своим соперникам Бесшумно убийство от ССК, но все-таки глушитель, да, на руках Госта Джадди также сейчас замечает своих оппонентов Ну, пока что 5-мокс, конечно, в не самом завидном положении Потому что 30 секунд, опа, это через зипы, выход на Б Но здесь похороны, ССК делает еще один фраг Хе-шка откидывается куда нужно, 25 секунд В распоряжении команды 5-мокс, это опять план отмена Выход на точку А, здесь у нас динкс, ну окей, а здесь еще и стеночка Такие, ну, камон, ну как они нас загнали А кто вообще в атаке? Кто вообще в атаке? Ну, здесь настоящий сафари, который, знаешь, заканчивается Ну, вроде как спайк могут поставить И у нас просто бесшумное убийство Просто бесшумное убийство, которое для нами заканчивается Очень грамотно им нужно играть Как-то верно Заберин отмечал то, что это бонус раунд Тут спик 3 и все такое Тут как бы держать какую-то клост Квотерс, да, ближнюю дистанцию, в частности, как ССК Поработал по одному, там еще и буплку откинул Но дальше уже не получилось Секрет, закрыл одного А вот тут Динсича нам показывает Ну, я бы за клаудом больше посмотрел Потому что есть у него две флешки Есть нож Джарри также уже подходит куда-то поближе Понимая, что рядом находится шарик Шарика нужно закрывать Да, так и происходит Тем временем параллельно Файснокс уже устанавливает спайк Но ситуация плюс 1 на выжившего игрока Казалось бы, сейчас уже 3 на 3 Уже 3 на 2 Сами Дарк и Секрей С установленным спайком Против троих из игроков Вот коллективно от Свинсера Неприятая флешка Но, ведь она не работала Но все равно Секрей 1 в 3 Уже он может это вытащить Но не так Когда Михаил Фокин Он же Дина пикает Параллельно со своими тиммейтами Наверное Клауд просто будет ждать Открытия с центра И, возможно, кстати, дождется Вместе с Дина Но Дина не нужно слишком сильно рисковать Хотя вот под флешечку Вообще отлично, да Все прекрасно Наоборот даже Не то, что надо рисковать А нужно открываться На репик под флешку Особенно вот под такую приятную флешку Мне очень нравятся вообще флешки от Кею Особенно после их бафа По шарику есть информация Также информация по ССК Отлетает у нас Динкс Выбивается, кстати Тем самым параллельно игрок со спайком Не упрыгивает ССК Вообще никуда далеко И размены одинаковые 3 на 3 Нави вроде как и в пленте Но вроде как и нет Потому что Клауд на девятке Кидает еще и Молик Открывается под флешечку Все прекрасно для Кирилла Направляет еще и дабл фраг Можно, наверное, и триплу Но нет, тут шарик немножечко говорит Отмена времени мало Но его, наверное, уже два человека Ну, в случае чего есть лампа, конечно Сейчас у Динкса И можно ее будет плюс-минус прожимать Главное угадать И вот тут, как минимум, Дина Может быть постарается принять одного за другим А почему вы не чекаете? Друзья мои Все выбегают втроем, по-моему И никто влево-то и не смотрит в этот момент Диноч, как минимум, сам погиб Но успел забрать двоих игроков Плюс там еще и по спайке, по-моему, была информация Тут размена и на мидлейне Немножечко загулял Джадди Из ультимейта надо было выходить Динкс может репикаться И Леброс Тогда ждаться сейчас Сикрей Или не угадать по итогу в тайминге И словить пулю уже зубами, да С тыльной стороны головы Не очень удачно, конечно же Саймон Дарк Сикрей остается вдвоем Против двоих же игроков Клауд и ССК На шифте Сикрей проходит В случае чего Есть флешка, но он все понимает Какая-то ССК Нет, уже здесь не пропускает И понимает, где, кстати, находится Клауд Потому что прожимается ультимативная способность Но он уже и топает Кидает молик Можно садиться раздиффузить Либо как-нибудь заприковать Но с 1 справится уже неплохо ГОЛ КИРЮХА Вот это прикол Таких приколов я еще не видел Отдать этот раунд Это уже будет 11-й И там экономические И вот он был первый раунд Так близок Но Динкс, который не смог сделать фракт Будучи опорником За него исправил ошибку Клауд То есть как бы за себя И за того парня ССК Работает с позиции опорника точки Б Но тоже не открывается Потому что понимает А зачем? Зачем? Никто не устоит Но Раскат Грома По-моему, вот он ССК Просто из ССК в голову получает А у него была ультимативная способность И теперь пустая точка Б Спайк будет установлен Вне всяких сомнений Но вчетвером Тут на Ави Конечно, нужно что-то придумывать И выкручивать В частности, боятся Наверное, не только Ганы Но и боятся Человека Который отыгрывает На белокурой красотке И скорее Конечно же Речь идет о Саймон Дарке Потому что его ножи Могут сыграть И могут продолжить доминировать Очень будет больно Стенг ставится Флешка отлетается Динь стопает В принципе, понимает Что можно Опа Вот так даже Лампу можно Либо это байт И винтере руку Как-то нужно будет выходить Либо ждут какой-то молик Здесь всем понятно Молик, кстати, по-моему Особ-то и нет Нужно выходить Генник уничтожен Пробинул ударом Но Спайк тикает Нужно выходить дальше Шварик Уформляет на себя даблу Джадя отвечает по одному Сикрей принимает Первого, второго Также сюда Уже просто не получилось Здесь, в любом случае Наи уже совершили камбэк И вот как эта карта Закончится, неважно Они уже показали характер Динкс Опять, да, уже В принципе, такое увидели Когда он начинает Просто нашивать Чтобы возможность Где-то нанести урон Где-то заставить Файк Мокса остановиться Клау под флешку Неплохая была флешка Но после этого Артур разменивает Нужно добирать Артур делает работу За себя и за Клауда Теперь ситуация Четыре на три Шарик, Сикре и Ксенон Остаются втроем И вроде как, да, вот Они подумали Что пойдут сейчас на точку Б Но потеряли двоих бойцов ССК Загулял Шарик и так близко Он не ждал Враг был у порога Снимается МВП не только карта Но и всего турнира Становится Да, но втроем Втроем преимущество Конечно у Нави На выбивание Это неплохо Но здесь нужно Разыграть это Очень грамотно По ультимейтам Нет, кстати, ничего Ни у атаки Ни у защиты В частности Потому что под лампу Прямо от Динксов Шикарно можно было выходить Но ультимейт, конечно, был прожат На несколько раундов Назад А Сикрейч Тут пощупает ли Как-нибудь смог Вот, к сожалению Для него не получил Слишком поздно Синон Залетает Окей И на развороте Уже нет Десяточка На точке Б На А всегда как-то было Вот, за исключением Того момента с Клаудом Всегда было тяжело И вот сейчас Ярослав Джади Новоиспеченный игрок Команды Нави Будет опорником Б-поинта Вместе с Астрой Которые будут принимать Выход Нави Ну и выход Собственно говоря Как раз-таки И состоялся бы Если бы Джади Как минимум Летящую птичку Не пригвозил Джади Что ты творишь Ярослав Ярославович Ну, наверное По-батьке ты Как-нибудь по-другому Но Ярослач Конечно Прям очень жестко Ярик Ну, достаточно просто Выходит на счет 12-10 Ну и по сути Получает два Маппоинта Для себя Прямо сейчас А что по экономике У 5смокс Так, деньги вроде как будут Да, фантом Поток свежего воздуха И вот так вот По инерции Уже начинаете Выигрывать свои встречи Пока что все идет К тому, что это 2-0 Но мы помним Да, против их пиксов Эти 2-0 И сейчас Сейчас Саймон делает фраг Ну, это выход через Кейджо Это выход через Кейджо Сискай делает 1 фраг Флочки Залетает от Сикрея Нужно уже открываться Находится за рекламой У нас Динкс И как минимум Здесь позиция на 1 фраг В прошлый раз на Элбо Он не угадал Ну, а здесь куда еще угадывать Потому что 5-0 Уже не шифрует Свою раундер 5-0 Просто выходит Таких делает 2-ой фраг И остается 1 шнурман Шарик Пора тащить Ну, Джанди Сейчас завершит Все жизни команды Бедуага Сискать Здесь еще будут Под огнем Сикрейти так саймон делает первый фраг кирилл до свидания игрок со спайком убитки но он делает пропаде на ну слушай пока что очень буднично проходит раунд для коллектива five мол джаги суска делают по два фрага безответных но по хп все не самым лучшим образом пока что складывается для команды navi спайк по-прежнему не установлены сейчас команда на их замешательстве а что же делать потому что соперники могут выйти со всех сторон шоковая стрела у секре и если она прилетит вот как раз таки в район позиции сска второй этаж что прям будет больно нет он все-таки будет лететь наверное на потенциальную отмену установку лайка привет и пока пламенный кило передает килл джойка все-таки да неплохой ган у него постплент молик но он только один на второй тут деньги написали от не хватает уничтожили джади доели по большей степени ну и также доели тут и деньг сушь мистер шарик до уничтожает прожа скаутинг полетел полетели наверное и navi на этот раз опять таки как в предыдущем раунде по точку а и на этот раз вроде как чуть более чем успешно деньг сушь и джади открываются сейчас по своим визавим бонусный раунд наверное терпит фиаско саймон дарк ласман стендинг и он идет очень очень далеко тут диндер попа привет а я тебя тут жду вот динави саймон дарк его снайпер скаментов какой сладкий фраг сейчас будет о ее там не спрос 3 уже секунды на таймере рано или поздно придется нами наверное выходить но если это будет рано то ну как минимум возможно все-таки не безуспешно ставится локдаун стороны защитников киджой отлетает сейчас винтере рук и проблема времени очень-очень много теряю сейчас ой-ой-ой но navi это вообще никак не волнует асска забирает еще и шарика никого по итогу локдаун не замедлил прожимается еще и кнопку отжадим минус старка хотите не нужно было вообще ни в коем случае потому что экономика нужна команде navi плюс они понимают что он может будут периодически вас в этом деле просвещать 45 секунд на таймере аккуратненько сейчас просто на шифте по сути вот как-то на прыжках будут уже прочекивать поднимать стрелку давай стенку вернее неважно да и в общем выходить уже по точку по фунта винт пытается здесь как-то это дело прошить но нет там стенка локда все-таки не увенчал с успехом опачки а сейчас вроде как все получилось сска хоронит конечно винтере незамедлительно но времени времени не так уж и прям много а тут вообще и вопросы конечно смогут ли navi как минимум установить спайки если смогут то смогут ли выдержать они по итогу это выбивание до 4 на 3 игрока вроде как тактическое численное преимущество для вас но видишь тут уже не шарик дам на ксенон и компаника показали очень жестко вообще все это вам так а шарик шарик немножко потерялся как по мне шутка работа уже по троим жаре уничтожает шарика ксенон джази соответственно и ксенон оч лас мэн стендинг и если какие-то молики ей будет выходить глава занимается установка спайка и вполне себе успешно прожимается еще и кнопка от динкса крайне тяжело будет конечно шачер вайпер выходить на убивание ну девайсы конечно позволяют вайф смокс но наверное даже и нужно это делать но вот крайне крайне проблематично джаде случае чего есть и молотов есть еще и флешка кстати у нас потеряли динк теряли винтере рука у какие-то жесткие размена полетели лампа пошла и вот уже наверно под эту лампу нужно выходить дальше но не так сильно рисковать синон правда ювелирует это преимущество мидарк работает по сска но времени очень-очень мало находится сска сам мутится своем смоке если не угадают по таймингу о май гад был тут очень мощь жестко вообще ксенон оч устроить здесь прожимается еще и кнопка подавления ксенон уничтожает джаде ксенон будет нет уже не будет тут размены какие-то лютые джаде пока что еще в присмертном состоянии но быстренько его поднимают брат на ноги саймон дарк есть ножи ультимей также у секрет присутствует в принципе файс мог смогут сейчас как-то этот раунд доиграть либо оставить уже на выбивание либо слушай да нет почему бы сейчас до хантер с юри секрею не сливать чтобы запревентить вообще установку потенциальную спайку сливается ультимативная но один начальни тот сова возможно но и как минимум динач своей ультимей ультимативной способности позволяет зайти по точку б вот сейчас уже до выше упомянутая обилочка но обилка по моему особо толком и не работает если работает то шаре убивает никого да тут конечно погибается тебя один игрок тут шарик и секрет все равно вдвоем на троих не там суть в том что лучом попали по шарику насколько я понял да да только это секрет вообще-то свой был тиммейт тут уже воюет до последнего клауд конечно загулял у нас кирилл и в принципе шанс у команды 5 мог сохраняются есть позиция причем позиция то прикольная нами нужно будет сейчас открываться как минимум потому что сейчас шанс это уменьшаются ой-яй-яй-яй-яй-яй все было на руках команды navi мог задействовать оппонентов открытим на бы саймон дар здесь должен делать антре знают эти игры за атаку рановато нужны идти в это гнездо гадюки и нужно сейчас конечно останавливаться по дрону проверять все позиции ссск теряют уйму здоровья тело делать фраг по Динксу, ну и сейчас ССК 20, все, здесь либо ты выходишь, либо погибаешь, Шарик еще одно попадание по своим соперникам, ну и Дина, весь Джадди, вот как не задался до самого начала раунд, так он и продолжается. Да, Дина, конечно, делает фраг, но Спайк лежит в зоне действия, не сдай гадюки, и это Габелла для рожденных. В любом случае, Джадди, конечно, постарается как-то открыться, но вот там была Джетка и всех игроков, хотя не стоит забывать, конечно же, о Динксе, именно он остался охранять сторону мидлей. Нам Спайк, тем временем, установлен ну и Пайс Могс готова выходить на выбивание. Стрелочка полетела, стрелочка, кстати, кого-то, по-моему, там засканила, хотя не совсем понятно, может быть, это Дина, да, это, наверное, Дина больше информация была получена. Пост-плоин молотов полетел, флешечка в небеса, и вторую уже под открытие Джадди! У-у-у! А там Винтери работает за себя, и снова за себя, получается, потому что как минимум дабло оформляет. Вот летает Секрей, Винтери уже триплу здесь, и Ласмэн Сенниг Динкс пришел оттуда, откуда его не знали, на мужика, на мужичка! Здесь можно, наверное, раздефудит, видит, что никому не дефудит, и время, время нужно тянуть Динкс за шарику! Да ну-у-у! Да ладно! Вот это... И уже размены, если они есть, то они всегда плюс один для Нави. Вот сейчас Клауд может погибнуть, и как раз-таки сейчас поддержки не было. Клауд прям как-то, но уверен, все бежал, и Ксеноон еще один фраг делает, но у Нави явно проблемы с выходами на точку Б. Хотя в начале вроде как прикольно было и энтри по шарику на Миде, да, на позиции Бойлер сделали, и в целом как бы 5-4, но сейчас уже прямым счетом наоборот, да, ровным счетом наоборот, уже 5-3 и преимущество для 5-М. Динча немножечко подпортился, ну вроде отошел и как-то привел себя обратно в свежую, да, такую хрустящую, бодрую форму, он вентери открывается со второго этажа, отлетает, правда, но тут сильно, как минимум, добивает и выходит в размен по Джаде. Есть информация по Динксу, понимают сейчас 5-М, что он каленый, ну и что делать Нави? В боем крайне-крайне тяжело. Дина сейчас уничтожает дрона и просто ждет открытие, но открытие как такового оппонента-то и не производит. Саймон Дарк, о, ну там уже и спина закрывается, но мне кажется, тут уже ничем этот раунд для новей хорошим в плане не закончится. Устанавливается спайк и все. Да, так и происходит. 6-6. Ну мы берем статистику, наверное, чемпион. Об этом немножечко попозже. Нави, ух, ССК здесь получает по голове без поддержки своих тиммейтов. Стеночка ставится от Клауда и быстрый заход уже начинается от команды Пайкмок на точку. А еще, еще заметили у нас Клауда. Нави-Нави, а у Джаде сейчас, да, конечно, 100 хелс-поинтов, но всего лишь 3 человека остается у желто-черных. Утилити нет, к сожалению, у Джаде, то есть какой-нибудь Молик, да, там, или хотя бы флешка был бы вообще прям замечательно. Да и тот же нож, да, тот же самый клинок, сигнатурная способность на ешечку, тоже у Джаде пока что находится в кулдауне. Можно и нужно выходить, конечно, на убивание. Здесь как-то возможно стягивать на себя дьявол внимания, но тут шарик читает на Джаде. Есть реверс-стрела от Диноча, под Диноча тоже есть необходимая информация. Должны его сейчас закрывать, ну и параллельно вместе с ним. Потому что дистанция всего лишь с два раунда, это очень мало, но Пайп Мог смогут эту дистанцию сохранить до самого последнего конца. Пока что идет шквальный огонь, Динк забирает шарика, Киллджой, до свидания с игры, находит прострелом Динкса. Не совсем понятно, как это произошло, да, вроде как и прострелом, еще и с Маршалом, возможно, у него вармура. АССК надо проверить. А не проверяет Артура, два фрага, сейчас залетает куда нужно, ксенон, конечно, на размене, но приходит Дино, вместе с Джаде, делают два фрага. 4.01, Бинт и Бульдог хорошо апнули, но напомню, что пока что это все действие у нас доигрывается на старом патче 3.12, то есть без обновления оружия, без изменения Байнда и Бреза, в частности, но, я думаю, там уже ИМИ будет отыгрываться на актуалочке и Минчелленджос в этом плане. Артурчик, тут как-то немножечко то ли за оверэкстендил, то ли не почувствовал тайминги, то ли как-то, не знаю, без информации все это было немножечко плохо с его стороны, но не страшно. Динкса рискует, и риск, кстати, для него не оправдывается. Диночек лауд вдвоем, надо уходить на сейф, ребята, тут, ну, третьего не дано. Ну, это вот история, да, когда вы теряете одного опорника, вообще, в целом, да, одного игрока, потому что они выиграли всего лишь один раунд, да, луз-бонус, конечно, у них будет, но он не такой, который позволит прям закупать постоянно вандалы и фантомы. Дина, может быть, сейчас еще и заберет, да. Пропустил, понятное дело, есть время, есть время, чтобы перетянуться. За медло летит в позицию базы обороны, натягивая сатетива для того, чтобы бросить стрельбу. Ой-ой-ой, а здесь, ну, отогнали. Три рука, он именно сейчас, он, данный момент, является по Херерам, флешка неприятная Джадди, но минусует, кстати, одного, хотя сейчас забирает еще и второго. Шарик остается последним игроком, сейчас понятно, где он находится, но уже по времени, конечно, ничего не успеет. Вопрос, успеет ли он засейвить свой ганн, как минимум, перестреляет ли Клауда, нет, тоже не получается. Один по трубам. Лучше для него его тиммейта, Саймон Дарк, не убивает своего оппонента, но Винтери рук ставит Спайк, и это ретейк 5 на 4, потому что Джадди находит Шарика, Винтери опять поднимает своего тиммейта, ой, перезарядочка для Джадди, Ярослав, здесь Клауд вроде как его спасает, из зоны действия Купола вышли, хорошо, по-прежнему 5 на 4. И Винтери отдал свой ультимейт, и свою жизнь, возможно, за тиммейт, и падает тут Шари, кстати, от вышеупомянутого Ярослав. Джадди, конечно, вообще анстоповал, ну, прям отыгрывает, конечно, вне всяческих похвал, и продолжает свое доминирование под мой комментаторский аккомпанемент. Диноч, садится у нас на диффуз, ну, как минимум, его сейчас здесь перестреливают, по секрету, есть информация, нужно его закрывать, так и происходит, и Джадди, квадрокилл, снимаю шляпу, друг мой, это было очень и очень. Герой предыдущего раунда тоже будет доигрывать с имбаганом в какой-то степени, тут Один в умелых руках, да, при позиционке сработает хорошо ССК, а куда, братишка Артур, ну, тут если, конечно, дешаут, то, как правило, назад держишь, а не W кнопочку вперед, ну, да ладно, потеряли пока его, Динкс, работает, хорошо уничтожает Саймон Дарк, пока что еще и он выживает, 37, 46, там, а, ну, там восстанавливается ХП, быстренько Клауд его приводит обратно в хорошее состояние, ну, и шоковая стрела, там была стенка, неприятно, спать тем временем установим, 4 на 3, но шикарно может быть Джадди тут отграй, флешечка полетела, Клауд закрывает Ксенона, есть еще одна флешка, да, есть, как же он прыгает, как же он байтит для себя, внимание, обязательно нужно и Молик, и флешка открываться, Джадди, этого, по-моему, не делает, если я уследил за этим моментом, Клауд и Динкс, даем против троих игроков, спайк тикает, и это играет только на руку коллективу атаки, Молик, о, вот эта вот котлеточка полетел, котлетка даже 2, активируется максимально быстро, а там Винтери рука, Евгений, мое почтение, говорят, и вышли бы к нему на скоб, ССК делает фраг, обезглавленные игроки команды 5Мокс, потому что без капитана, без Владимира Ксенона будет продолжаться раунд под номером, 21. Ну и по-хорошему, конечно, можно постараться, может быть, его риснуть, Винтери плюс-минус, наверное, получится возможность, сейчас открывается он краски по Клауду, и понимая, что да, и есть ультимативное, нужно обязательно капитанщита воскрешать, потому что Сайберин, как любит говорить дракон, твоя правда, но это действительно так, 50 секунд на таймере, вчетвером пока что у нас 5Мокс, но тот самый Кристик сейчас уже обратно превратится в полный. С молодым дарованием команды Нави. Это выход на точку А, здесь абсолютно вообще никого нет, Джадди, конечно, находит голову шарика, но этого пока что недостаточно. Бомба установлена, и теперь время играет на арку коллективу 5Мокс. Ультимейтов на это выбивание нет, зато есть ультимейту команды 5Мокс, и сейчас Секрейч, да, он просто отойдет подальше для того, чтобы зарядить свои лучи гнева. Ну, а Винтери тут возможно кажется камнем таким предкновения, он оказывается делает один фраг, но опять же, да, он выигрывает время, он выигрывает информацию, он дает возможность как раз таки своей сове играть на время, но посмотри где Диньс, он сейчас заберет Секрея, он заберет сейчас Секрея, и весь план, весь план коту под хвост команды 5Мокс, но они делают два минуса, остается ССК, и повезло в каком-то моменте команде 5Мокс, потому что Ксенон и Саймондарк делают по фразу, в следствии чего здесь можно будет разбать еще и ССК, да, он замечает своего оппонента, но времени не хватает. Отличный раунд для команды 5Мокс, ну и Нави, задумка была, только если Игнеф Охотника сливать, там на точке Агнезду гадюки, слишком много ресурсов Нави сейчас тратит, слишком много сейчас стоит на кону, Игнеф Охотника со стороны Секрея сейчас заряжается, в следующем раунде не смог его использовать, Ксенон остается шарик из Играя, ой, 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 остается всего лишь один Секрей, и Сава сейчас говорит, ребята, да как, ну, как бы понимаешь, да, в стиле кого-то, из другой кирпич, спортивной дисциплины. Али готовы, мы готовы к ретейку, так, да, это мой мир, говорит, вайпер открытие от ССК, нужно падать вниз, убивать вайпер, заметили своего соперника, нашив полетел, а куда, будут убийством, да, будут, классика работают, шарик делает фраг по Динксу, ситуация, это не самый лучший для команды, потому что Ксенон также забирает весь шарик из всех оппонентов, Джадди пытается раскрыть, Ярослав делает два фрага, и, понимаете, находится его оппонент, шарик, 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 он делает лаги, и он даже остановился, Ярослав тащит, ситуация один на три, вот это филигранно, ну и машина, которая тащит калачи, просто, как я не знаю, там машина, вот штампует какие-то там штуки, да, там, производит продукты, вот, и Джадди, походу, просто штамповальная машина. Сражение всей БО-5 встречи, может сейчас закончиться на точке Б, дрон полетел, ну что, Пайфмокс, надо брать этот раунд. Обязательно нужно брать, нужно оставаться в строю, и вообще, в целом, никого и ничего не бояться, но тут продаю, это было очень больно, секрет, и Ласт Монт-Тенник, однако, еще в строю, 18 кубе у этого парня,